Полный контакт с Владимиром Соловьёвым Доброе утро, дорогие друзья! К нам присоединяется Алексей Сергеевич Бобровский, экономист, автор проекта «Верным курсом» и «Вторая мировая день за днём». Когда и как нас будут грабить, и как вы на это будем отвечать? А, ну это вот вы про вчерашнюю европейскую инициативу. Там очень смешная история, потому что часть вот этой украинской возбуждённой общественности почему-то решила, что это всё, это вот уже вскрижали, занесено. Но, в общем, ПАСЕ и вообще структура европейского вот этого политического ландшафта, она такая сложная. Они, по-моему, сами не знают, что там напридумывали и структуру много наплодили. Но рекомендации ПАСЕ, они же, в общем, не носят никакого директивного характера, обязательного к исполнению. В принципе, из них можно сделать самолётик, главное так крылышки хорошо загнуть, чтобы он хорошо летел, и где-нибудь с балкона его запустить. Вот, но само по себе такое явление, что они рекомендуют действительно начать думать или уже даже действовать по пути изъятия российских активов, намекает. Там интересная история произошла раньше, то есть не вчера, а позавчера, потому что Совет Европы, он, помимо всего прочего, принял ещё некую такую директиву, которая фактически, ну, закрепляет конфискацию, что называется, необъяснимого богатства. Это вот их формулировка, это другая история, это другой документ, и это вот институциализация, то есть в какие-то юридические рамки упаковывания вот этого процесса изъятия чужого. Вот это вот как раз такой узаконенный грабёж, но это пока ещё не на нас пальцем они показывают, они просто придумывают для себя правила. Потому что в отличие от Канады, в отличие даже от Соединённых Штатов, в Европе, ну вот, с 2014 года механизма именно изъятия не было, и они не знали, как это придумать. И там смешная история, то есть сама по себе директива о том, чтобы действительно вот такое необъяснимое богатство можно было при определённых обстоятельствах изъять, вступает в силу через 20 дней, но страны Европейского Союза обязательно должны адаптировать сначала своё законодательство и сделать это в течение 30 месяцев.